И никогда этот Запад, никогда еще, он не приходил с войной на Кавказ, никогда этот Запад нас не высылал, никогда этот Запад не сжигал нас в конюшнях, не геноцидил, и ничего плохого от этого Запада мы еще ни разу не видели. И ты... Эльдар Бек Джабраилов написал следующее. Тумсо, радио BBC также действовало. Крупицу правды, смешанная океаном лжи. Ты, твоя крупица якобы доброго и благородного в твоих выступлениях, это то, что, мол, ты болеешь за войнахский народ. Но многое больше в твоих речах. Человек вообще способен ошибаться, как и то, что способен нарочно творить подлость. Ахмат, возможно, понял, что призывы убивать русских слишком пагубно отражаются на нашем народе. И, поняв это, он принял другое правильное решение. Почему ты, угоду недругам нашего народа, все время критикуешь наших, твоих и всех наших общих соотечественников, сидя за столом гостеприимных европейцев к таким, как ты, и только к таким? Им, твоим гостеприимным хозяевам, за чьим столом ты сидишь, плевать на твою Ичкерию, на Дудаева и на весь твой народ? Разве ты так глуп, чтобы не знать этого? А как, по-твоему, можно было навести порядок в твоей стране или в хуторе? Ибо в сравнении Чечня и есть маленький хутор на карте мира, кроме как жестко, когда вся нечисть и вся шушера заполонила наш край. Какую залу должен был выбрать тот же Ахмат или же Рамзан и те, кто сегодня с большим усилием поддерживают в Чечне порядок и нормальную людскую атмосферу? Чему ты сейчас призываешь людей? К недавнему хаосу, когда всякие вшивые очепенцы под видом, сочувствующих тебе и твоему народу, пребывали в Чечню и творили нечто плохое, вот он написал не совсем цензурно, на твоей земле. Знаешь, что, Тумсо, я не скажу, что русское государство уж очень мне по душе и законы, и правительство, но напомни, Тумсо, как бы мы периодически не дрались с этой Россией, мне по духу более близка именно эта Россия, чем этот богомерзкий Запад со своими богомерзкими ценностями. Обратите внимание на это. И потому я выбираю меньшее из зол. Также и многие другие, хоть мало-мальски мыслящие, но виртуозы, мутняки, которые вечно что-то... В общем, бла-бла-бла, тут много всего. Я хотел обратить внимание именно на эту часть его. Посмотрите, что он пишет. Знаешь, что говорит Тумсо? Я не скажу, что русское государство уж очень мне по душе и законы, и правительство, но запомни, Тумсо, как бы мы периодически не дрались с этой Россией, мне по духу более близка именно эта Россия, чем этот богомерзкий Запад со своими богомерзкими ценностями. И потому я выбираю меньшее из зол, говорит этот человек. Это удивительное сочетание лжи, вот в этом одном его большом посте, в этой статье. Он начал так потихоньку раскочегарился, раскочегарился, но всё это он писал ради вот этой лжи, которую он сейчас хочет закинуть и сделать подмену понятий. Во-первых, все чеченцы прекрасно знают, те, которые ещё не больны вот этой вашей пропагандой, которых вы не успели заразить, люди прекрасно знают, что нет никакого выбора между двух зол. У нас нет, не существует никакого выбора. У нас есть лишь одно зло, и у нас есть лишь один враг. И это не русское государство, как ты говоришь, а это Россия. И мы ничего не приписываем какому-то этносу, и мы не говорим, что русские наши враги. Мы говорим, что Россия наши враги, что российское государство наши враги, а не русский народ. Это совершенно разные вещи. Ты пытаешься подменить, ты говоришь, что якобы русское государство, ты от него не в восторге, да не существует никакого русского государства, его просто нет. Есть Россия, и эта Россия уже 400 лет является нашим врагом. А тот самый богомерзкий запад, как ты его описал, с богомерзкими ценностями, этот богомерзкий запад тебе никакие свои богомерзкие ценности не навязывал и не навязывает. И плевать он на тебя не хотел. Это ты сюда приезжаешь, это мы. Это мы сюда приезжаем, и этот богомерзкий запад, как ты говоришь, дает нам здесь убежище, дает нам защиту, дает нам переждать. не он к нам приходит и никого он сюда не приглашает и никогда этот запад никогда еще он не приходил с войной на Кавказ никогда этот запад нас не высылал никогда этот запад не сжигал нас в конюшнях не геноцидил и ничего плохого от этого запада мы еще ни разу не видели и ты нагло пытаешься лживо приписать западу что-то плохое и сказать что мы должны выбрать между двух зол при этом приписав им нечто большее зло чем 400 летняя экспансия 400 летняя война против маленького народа проживающего на своей, исконно на своей территории ты пытаешься оправдать завоевание этой нашей исконно нашей территории, нашей земли пытаешься это оправдать и повесить на запад какие-то богомерские ценности которые якобы они хотят нам навязать да никому мы сто лет не нужны кроме России ты понимаешь никто никогда нам ничего не навязывал кроме этой России и если бы не эта Россия мы бы сегодня жили бы на своей территории в своем суверенном государстве поэтому это очень очень слабая попытка подменить понятие может быть у тебя с какими-нибудь детьми это пройдет с какими-то подростками и то вряд ли потому что подростки сейчас тоже очень грамотные думающие молодые люди его зовут Эльдар Бек Джабраилов салам алейкум тумсо алейкум ассалам и все кто присутствует на этом сборище сборище как ты назвал это ты во-первых не дочитал мой комментарий как ты выражаешься хотя я не знаю что означает слово комментарий в конце комментарии я писал что ты очнешься окончательно тогда когда наша Чечня станет оазисом добра порядочного общества когда мы наконец выдавим из этой земли всех недругов нашего народа вот тогда ты поймешь что вся твоя деятельность это было твоим проклятием когда я писал свой комментарий тогда я не пытался противопоставить себя и свой разговор против тебя и твоей деятельности но выразил свою мысль и свое мнение Европа и Запад всегда пыталась и по сей день не прекращает попытки сломить ранить это самое государство Россию а ты и тебе подобный просто инструмент даже просто винтики в огромной машине изобретенной Западом в борьбе с Россией ты дурак мне кажется Тумсо как можно вспоминать события вековых давностей ту же Кавказскую войну времен Шамиля и события ранние бывшие и обвинять сегодняшнее положение и события в общем он так написал я не понял что он там хотел написать мир давно уже другой и народы тоже мы что прокляты Тумсо что мы не должны наконец созидать процветать и трудиться как нормальные люди я не пойму к чему ты и тебе подобные сегодня ведете эти разговоры тебе не нравится кадыровский беспредел тебе не нравится неравенство среди чеченского народа тогда говори достойно тебе никто не упрекнет за то что ты замечаешь моменты несправедливости в обществе но ты просто ведешь пропаганду диктуемую тебе некими хозяевами твоими я не жду и не ждал милости ни от какого режима всю жизнь трудился и это моя жизнь просто оставь народ в покое ты же вводишь в блудню некоторых людей насчет запада запад всегда был мерзким и ты и если там мои родственники то и они вы там рабы и живете как рабы здесь мы свободны если даже на нас падают бомбы понятно это тунцо вот такой вот комментарий нам оставил человек это тот самый человек который до этого писал что богомерзкий запад с богомерзкими ценностями помните я отвечал на этот комментарий ну что начнем тогда ему отвечать значит в первой части он тут приводил что запад всегда пытался и по сей день не прекращает попытки сломить раздербанить это самое государство Россию а ты тунцо являешься инструментом и в этом в этих их попытках что я тебе могу на это ответить то что запад всегда пытался и пытается там как-то развалить Россию это ну это в первую очередь нам на руку мы быть инструментом в этой системе то есть быть союзником с западом против общего врага это нормально и это нормально что мы являемся инструментом в этой в этом противостоянии только не инструментом а одной из сторон мы являемся понимаешь это нормально и если ты считаешь если ты себя ассоциируешь с Россией как бы переживаешь за то что ее хочет развалить запад и такие как я такова жизнь извини ты мы боремся друг с другом мы боремся с Россией уже 400 лет только разница наша в том что мы мы не пытаемся ее развалить то есть конечно мы не против если она развалится таким образом она от нас отстанет но наша основная цель это не развалить Россию нам нам абсолютно неинтересно ее разваливать нас наоборот она интересовала бы как сильное государство рядом если бы у нас были с ними хорошие отношения это было бы нормально нас не интересует ее развал нас интересует просто чтобы они нас оставили в покое освободили наши земли освободили наших заключенных которых они десятки тысяч людей которые сегодня сидят а сидят они лишь за то что они сражались с оккупантом пришедшим на нашу землю понимаешь вот что мы хотим мы не просим ни запад не просим их разваливать ни ни запад нас не просит их разваливать у запада возможно есть какой-то интерес хотя я тоже не думаю что у них интерес развалить Россию западу тоже наверняка было бы интереснее иметь Россию партнером нормальным сильным государством партнером Россия это все-таки ядерная держава это это не просто это не просто так взять так развалить и чтобы это все так прошло безболезненно и каждый политик сидящий сегодня здесь на западе большие политики они понимают что это очень опасно даже говорить о том чтобы развалить такую махину ядерную державу это очень опасно это может очень плохо кончиться для всего мира поэтому если даже эти попытки есть как ты говоришь ее развалить это не цель целью является не развал России а целью наверное является свергнуть вот этот вот режим который там сегодня навязывает всему миру этот свой порядок хочет выглядеть империей покорить весь этот мир захватить его навязать ему свои устои вот что хочет сегодня и запад и нам нужно именно это далее запад всегда был мерзким ладно не буду все вот это комментировать отвечать просто на последнее тебе еще был мерзким и ты и если там мои родственники то и они вы там рыбы живете как рыбы ты написал здесь мы свободны если даже на нас падают бомбы понятно это Томсо нет непонятно я тебя разочарую но дело в том что вот в том положении которым мы сегодня здесь живем не имея вот я например в данный момент не имею статуса беженца не имею какой-то ну какой-то определенности то есть я еще соискатель бежища и большинство наших земляков находящихся здесь они находятся вот именно в таком как я положении как бы подвешенном и это конечно отражается на наших каких-то ну на наших правах здесь так скажем мы здесь не имеем тех полноценных прав которые бы которые имеют здесь граждане и имеют те у которых есть уже документы с нами конечно проще против нас проще сделать какую-то несправедливость нарушить наши права безусловно но при этом даже вот при том положении в котором мы сейчас находимся мы здесь находимся не в рабстве мы здесь имеем полноценные свои права свои свободы и мы имеем право в рамках того закона который есть сегодня здесь на западе мы имеем право эти эти наши права защищать отстаивать и требовать а вот ты ты и те наши люди которые находятся сегодня дома как ты написал вы свободны даже если на вас падают бомбы в том-то и проблема что на вас не падают бомбы но не вы а я буду говорить мы это все-таки мы все я себя ассоциирую с теми кто дома мы все там не свободны и там мы как раз таки в рабстве и это удивительная глупость говорить такие вещи что находясь здесь мы в рабстве хотя ты сидишь в республике где находятся ханкала всевозможные военные части российские оккупационные и ты живешь по их законам они когда ты что-то делаешь против их закон российского не нашего их закона что-то противоречащее их закону когда ты не платишь налоги их государству российскому тебя судят по их закону тебя судят в их суде и в тюрьмы тебя отправляют в их тюрьмы понимаешь это там мы находимся в рабстве это там у нас такое унизительное положение не здесь здесь мы конечно не жируем и мы не можем сказать что мы здесь хозяева жизни безусловно но мы здесь не находимся в рабстве а там находимся чуешь ты эту разницу это понятно уважаемый Эльдербек Джабраилов Субтитры Субтитры Субтитры